Всем привет, на связи Мабу. Мабу это платформа о разработке мобильных приложений. В сегодняшнем видео я начинаю серию, небольшую такую серию видео о различных вариантах обучения. И сегодня мы рассмотрим как вариант обучения на отдельных бесплатных уроках. Я расскажу в каких случаях стоит использовать этот вариант и почему он совершенно не подходит, если вы хотите освоить какую-то профессию с нуля. Я буду рассматривать этот подход на примере обучения мобильной разработки. Также мы рассмотрим как в перспективе этот способ может полностью заменить все любые курсы. Но в том случае если и создатель курсов и зрители будут обоюдно уважительно относиться к друг другу. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца. Такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Как я говорил в начале видео, есть 3 варианта обучения, платные курсы, бесплатные курсы и бесплатные отдельные уроки. Я сейчас говорю как и о отдельных видео, так и о отдельных статьях. И сегодня мы поговорим о бесплатных отдельных уроках в формате видео и статей. У этого способа обучения есть ряд недостатков и несколько плюсов. Все недостатки вытекают из одной единственной причины, но об этом поговорим чуть позже. Также есть несколько плюсов, Один из которых заключается в том, что за такие видео вы не платите. Но это же очевидно, если вы за это не платите, вы это и не цените. Ну и собственно посмотрели и забыли, может даже что-то вам и подойдет. Итак, какие же минусы этого способа обучения? Минус первый. Такие видео или отдельные статьи решают лишь отдельную проблему, а не позволяют освоить какую-то профессию. Такие видео не подходят для обучения, а помогают решить отдельную проблему. Например, как получить данные из сети и записать в базу данных на устройстве. Если вы разрабатываете приложение и перед вами стоит такая проблема, тогда видео вам будет полезно. Если вы хотите обучиться на профессию, например, андроид-разработчика и вы наткнулись на такое видео, то такое видео это лишь тысячная часть того, что вам стоит изучить. И в данном случае оно не особо будет вам полезным и даже возможно запутает вас. И с этим минусом связан также и другой минус. Второй минус заключается в том, что если вы строите свое обучение на таких отдельных уроках, то это будет у вас хаотичное обучение. Бесплатные отдельные уроки вырваны из контекста и не позволяют комплексно обучиться профессии. То есть выбирая такой подход к обучению, вы будете годами блуждать по таким видео и обучаться одному, потом другому. То есть вы станете вечным учеником. И у вас не будет четкая программа обучения, которая позволит вам в сжатые сроки обучиться. То есть второй минус это долгое и хаотичное обучение. Третьим минусом является низкое качество. Так как эти уроки бесплатны, то автор не особо вкладывается в их создание, так как не особо видит ту выгоду, которую они принесут ему в итоге. И как правило, выпуск таких видео через короткий срок заканчивается, потому что выпуск такого отдельного бесплатного материала держался только на личном и чистом энтузиазме и интересах автора. Как правило, если автор выпускает серию видео по конкретной тематике, то как правило эта серия видео даже не будет закончена, так как при отсутствии обратной выгоды это начинает надоедать и автор начинает выгорать. Так где же выход и могли ли вообще отдельные видео заменить хоть когда-нибудь курсы? Я считаю, что такие отдельные видео не могут заменить курсы. Даже при наличии обратной выгоды эти видео не заменят курсов, так как это не систематизированное обучение и не позволяет обучиться комплексно, а лишь с их помощью можно решить какую-то проблему. Например, когда я несколько месяцев назад изучал iOS разработку, я начал с дорогостоящего англоязычного курса, но у меня были некоторые пробелы. Я начал смотреть отдельное видео, и при просмотре таких видео я взял себе за правило, если мне видео помогло, то есть я нашел действительно что-то качественное, тогда я благодарю автора материально. Я ему переводил донат. Это мое правило, так как я считаю, что любой контент, который несет пользу, особенно обучающий контент, он должен быть оплачен. И вот представьте, если бы, например, каждый третий так делал, то, допустим, автор выпустил видео о том, как, например, работать с локальной базой данных в приложении, и это видео посмотрело, например, тысячу человек. Если бы каждый третий отблагодарил автора хотя бы суммой 100 рублей, то его заработок на этом видео составил бы 30 тысяч рублей. И посмотря на этот результат и итог своего выпуска, своего контента, он бы как можно чаще выпускал обучающие видео. Но на русскоязычном пространстве привыкли и ко всему бесплатному, поэтому не ценят чужой труд, и культура подписок у нас не действует. Да, и даже если бы такая картина была реальностью, все эти бесплатные отдельные уроки не заменили бы курсов, так как они по-прежнему несли в себе хаотичный порядок обучения. Но тем не менее, таких уроков было бы больше, прям намного больше, и авторы бы создавали их качественнее, так как знали, зачем они делают. Но так как производство обучающего контента набирает мало просмотров, авторов мало кто благодарит материально, ну и то и такого контента становится все меньше. Кроме того, вы сами можете проанализировать и увидеть картину, что сначала автор производит систематически много видео, потом меньше, а потом может и вовсе пропасть с ютуба на целый год, а затем вдруг появляется, через год делает еще немного контента, и потом опять пропадает на непределенный срок. Все это говорит о плохой мотивации автора. Но тем не менее, если бы картина периодичной благодарности от зрителей была бы реальной, то производители курсов поняли, что намного проще создавать бесплатный материал и получать вознаграждение за него, нежели создавать большие курсы и искать учеников, вкладывая в это некоторые ресурсы. Я считаю, что обучающий контент должен приносить автору материальную выгоду, так как его производство требует очень большого труда и очень большого времени. Но как вид обучения, обучение на отдельных видео лучше не рассматривать, а использовать его лишь как некий такой путь для решения конкретного случая, конкретной проблемы. А в следующем видео мы поговорим про бесплатные курсы, и там есть что рассказать также об этом. И возможно этот вид обучения вполне конкурентен с платными курсами. Ну а с вами был проект Мабу, до встречи в следующих эфирах.